здравствуйте дорогие друзья сегодня на канале мистер мистер мы с вами поговорим о ноже спадерка tenacious нож модели c122 спадерка tenacious впервые появился на мировом рынке в 2008 году этот нож во многом был таким зачинателем ну как бы некоторых новых тенденций которые компания спадерка задала не только внутри себя но и ножевому рынку в целом именно в тот момент tenacious является одним из ножей которые у нас в стране было часто принято называть спадерка китайской серии так как было выпущено таких четыре модели ножа которые спадерка запустили на производственных мощностях в китайской народной республике эти ножи примерно вот с того времени все и производятся и никогда не производились где-нибудь в другом месте хотя это вполне таки нормальные модели ножей спадерка это не китайское производство bird которая как бы находится под его патронажем и выпускает ножи под отдельным брендом это именно спадерка но ножи сделанные в китае и вот tenacious был именно первым ножом этой серии серия это называлась на западе value folders то есть такие ножи идея которых была в том чтобы создать вполне такие нормальные интересные ножи но за счет размещения производства в китайской республике применение относительно дешевых материалов которые дает такая возможность без снижения качества создать ножи которые будут ну скажем так гораздо дешевле чем те ножи которые компания спадерка в тот момент выпускала в сша и японии tenacious был одним из первых ножей который хотя и был создан двумя вполне именитыми дизайнерами но не имеет об этом никакой информации на клинке как и все остальные впрочем ножи вот этой самой китайской серии произведены компанией спадерка а меж тем его дизайнерами являются эрик глессер это сын бессменного директора и главного ножевого дизайнера компании спадерка села глессера вот оба они в данном случае поучаствовали в создании этого вполне замечательного ножа и передали его для производства в китайскую народную республику это было такое довольно смелое решение потому что в общем-то по крайней мере селл глессер уже в тот момент был дизайнером который дал ножевому миру столько всяких необычных и интересных решений что любой нож на котором стояла его клеймо был просто практически обречен на успех но тем не менее здесь на этом ноже вот этого клейма нет в изготовлении этого ножа использованы достаточно специфические материалы которые в тот момент были максимально доступны именно для производства китайской народной республики надо сказать что это сейчас этими материалами никого особенно не удивишь а тогда производство ножа с клинком из стали 8 chrome 13 молибден ванади было вообще в принципе довольно таки смелым решением почему вообще именно такая сталь была использована тогда потому что размещая свое производство на неких китайских мощностях компания спадерка в тот момент искала какую-нибудь сталь которую бы производили напрямую в китае но чтобы она отвечала достаточно высоким стандартам качества которые компания спадерка предъявляет к клинкам своих ножей и вот в конечном итоге они при исследовании при пробах термообработки решили что наиболее подходящей стали из того что делают в китае по соотношению цена качество будет являться сталь 8 chrome 13 молибден ванадий по мнению специалистов компании спадерка она наиболее подходила потому что была максимально похожа на такую широко известную в тот момент нержавеющую сталь 440 си из которой в общем-то достаточно много ножей компании спадерка в то время уже выпускались и вот они решили что после разработки цикла термической обработки этой стали именно из нее будут выпускаться ножи китайской серии сейчас в общем-то 8 chrome 13 молибден ванади это пожалуй самая известная китайская ножевая сталь случилось это тоже именно благодаря компании спадерка и это был один из первых ножей на котором эта сталь вообще в принципе появилась ну на таком широком мировом ножевом рынке одновременно с выпуском вот такой классической модели тенейшеса в том же 2008 году появились две его других версий которые в общем-то отличались только строем клинка полусерриэйтерная и полусерриэйтерная версия этого ножа в принципе спадерка в общем-то и до этого выпускали ножи с такими строями клинка но тенейшес был именно тем ножом который в общем самый первый раз получилось так что одновременно с выходом нового ножа появились две вот такие версии с другими строями клинка не это в общем-то вызвало тоже такое оживленное внимание покупателя потому что теперь не нужно было ничего дожидаться ты мог выбрать именно тот вариант строя который тебя наиболее устраивает в твоей ежедневной работе здесь надо сказать что тенейшес вообще в принципе был создан изначально как модель ножа одессе и он был лишен такого очень заметного элемента который часто встречается на ножах спадерка такого назначения это вот знаменитого чайла обратите внимание что здесь его нет сам по себе этот чайл вызывает ну скажем так довольно таки много споров среди как любителей ножей спадерка так и любителей ножей вообще потому что с одной стороны чайл бывает очень удобен в какой-то такой мелкой работе когда можно через него схватиться и достаточно удобно выполнить эту работу но с другой стороны он всегда скрадывает часть где могла бы быть дополнительная режущая кромка впрочем режущей кромкой конечно в том месте когда она находится прямо совсем рядом с рукоятью попользоваться достаточно сложно но бывают такие работы как например строгание как например разрезание веревок на весу где неплохо бы иметь эту часть клинка заточенные вот тенейшес это как раз такой нож да это все тот же нож спайдерка но тем не менее нет у него нет выражены пяты клинка далее рукояти такой сильно выступающий и нет чайла в таком виде эти ножи одновременно появились на рынке и имели одинаковую цену почти 55 долларов там что-то такое 54 95 или вот что-то вот приблизительно вот так около 55 долларов и именно в таком виде они производились 4 года подряд никаких других вариаций до 2012 года не выпускались а потом в 2012 году началось такое изменение просто цветов накладок на рукояти и резкое достаточно поднятие цены в этой связи ну в принципе средняя цена была порядка 60 65 долларов примерно когда накладки становились какими-то цветными потому что эти ножи выпускались ограниченными тиражами в основном то есть какого-то такого постоянного производства ножей с какими-то накладками кроме черного цвета так и не было и самая дорогая версия тенейшеса стоила 90 долларов у нее были накладки из карбона при этом нужно отметить что компания спайдерка не соблазнилась на такую тенденцию которая например у них есть с моделью military за все 12 лет существования модели тенейшес не выпустили нож с клинком из какой-либо другой стали кроме 8 chrome 13 молебден ванадий из которой он был сделан изначально в 2020 году было сделано такое первое радикальное изменение была выпущена модель которую но вот не совсем понятно возможно ее ошибочно причисляют к серии ножей light weight то есть был выпущен тенейшес у которого накладки рукоять были сделаны из пластика фрн но на самом деле если да действительно на моделях которые числятся как light weight рукоятки сделаны из этого пластика то на всех остальных ножах когда рукоять делается из пластика фрн для того чтобы отнести его к серии light weight это рукоять лишается лайнеров а вот у тенейшеса так сделано не было лайнеры которые есть внутри рукояти этого ножа остались в полном объеме и из-за этого изменение массы ножа из-за того чтобы был применен не материал gt на материал фрн составила всего 9 грамм также благодаря этому в общей длине ножа потерялось приблизительно 2 миллиметра больше каких-то вот серьезных изменений по большому счету нет но рукоять фрн имеет фирменную текстуру компании спадерка которая считается что позволяет ну несколько что ли более комфортно удерживать нож надо ли это тенейшесу название которого буквально переводится с английского языка как цепкий в общем-то совершенно непонятно потому что по большому счету ну сделали еще какую-то вариацию которая могла бы заинтересовать коллекционеров или любителей вот этого ножа у которого этих ножей много такому человеку это будет наверное интересно по большому счету тенейшес от такого изменения ничего не выиграл но ничего и особенно не проиграл в ножевом мире считается что стеклотекстолит g10 это несколько более дорогой несколько более такой премиальный материал нежели чем пластик фрн поэтому очень многие любители тенейшеса предпочитают вот такие более старые версии которые выпускаются на протяжении 12 лет давайте поближе посмотрим на мировую легенду на же строительство накладки рукояти этого ножа сделаны как уже было сказано и стеклотекстолита g10 и это именно накладки потому что нож имеет прям такие довольно значительные лайнеры лайнеры эти высверлены в достаточной степени поэтому нож по весу ну прямо скажем не рекордсмен он достаточно легкий то есть на свое время в принципе можно было сказать что тенейшес относится к относительно легким ножам сегмента edc клипса ножа ну во первых она такая довольно эластичная приятная как обычно это у спальнерка бывает недаром эта компания придумала клипсу делать ее они умеют кроме того на тенейшесе клипсу можно поставить в любое из четырех возможных положений здесь 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 как вам удобнее его носить конечно же замок лайнер лок который использован на этом ноже позволяет не нарушать контроль работы этого ножа за счет переставлены в неудачное положение клипсы но с завода положение у нее вот такое как на спальнерка медитари практически на всех тенейшесах прямо из коробки всегда перетянутый осевой узел то есть как бы ход клинка там до 100 такой достаточно действительно тяжелый по большому счету но вас то не должно смущать потому что здесь прекрасно сделанный регулировочный узел то есть винт с одной стороны в отличие от того что сделано например на той же самой крысе где его можно крутить с двух сторон и потом придется следить за центровкой винта здесь просто отрегулировать ход клинка можно с помощью поворота одного винта это достаточно просто делается и тенейшес по своей конструкции очень легко это позволяет клинок тенейшеса это в целом что-то такое достаточно необычное на тот момент для компании спальнерка дело в том что с одной стороны здесь сохранили ту самую так называемую трех клиновую геометрию которая впервые широко заявила себе на спальдерка military но при этом несмотря на то что нож целом небольшой спуски у этого ножа гораздо выше но по крайней мере вот в этом месте у нее действительно прям очень высокие а нож в целом значительно меньше по габаритам и вот это определило такую прям максимальную режущую способность этого небольшого ножа клинок у тенейшеса в повседневной эксплуатации просто совершенно восхитительный а еще и тем что позволяет ну скажем так использовать вот те самые знаменитые как сейчас говорят именно спайдерковские хваты по-другому просто невозможно выразиться на большинстве ножей положить палец вот так для реза это целая задача по той причине что нет вот такого вот значительного ухода обуха целиком в сторону кончика прям практически вот от линии рекаса здесь она есть резать этим ножом вот таким вот хватом даже какие-то продукты допустим на доске это чрезвычайно удобно то есть на самом деле более контролируемый хват вот в этой задачи представить себе очень трудно и это дает возможность наиболее эффективно использовать целом не очень длинный клинок этого ножа при этом надо сказать что существует например модели резилианс которая в целом очень сильно похоже на тенейшес по конструкции но имеет гораздо большие габариты вот там клинком настолько удобно пользоваться с такими хватами уже просто не получится потому что он слишком длинный а вот на этом ноже это просто прекрасно выходит великолепно при этом естественно все классические возможности которые обычно дают складные ножи здесь конечно же тоже есть во первых такой нормальный так называемый диагональный или просто режущий хват надо сказать что здесь как и на милитаре клипса сделано таким образом что если вы засунете нож во что-то вязкое она поможет сделать так чтобы у вас рука не соскользнула по рукояти при вытаскивании ножа это очень удобно здесь отличный молоточный хват посмотрите у меня рука среднего мужчины 9 сантиметров примерно вот так то есть я думаю что здесь из человеку с более крупной рукой будет где разгуляться чтобы держать этот нож достаточно удобно подобным образом ну и для каких-то нанесения ударов и прорезания чего-то обратных вас здесь тоже вполне комфортно да в нем не включен мизинец так как на более крупных ножах хотя в принципе вы вполне можете взять нож вот так как видите он тоже сидит в руке вполне добротно и кстати надо сказать что вот такой вот пробить и прорезать вот такой вот хват здесь тоже реализован достаточно удачно что вообще редко встречается на тех или иных складных ножах но вот здесь с этим полный порядок спадерка tenacious это один из тех редких ножей привыкнув пользоваться которым потом бывает трудно перейти на какой-нибудь другой нож просто потому что у него довольно таки необычная общая геометрия ножа которая ну просто сама подталкивает пользователя к использованию определенных довольно таки необычных хватов я уже в принципе об этом сказал здесь наверное стоит повториться что если вы пользовались тенейш сом долгое время то скорее всего то всем другим вам ножам вам потом придется определенным образом привыкать кроме того у него есть масса замечательных свойств у него довольно таки интересная пропорция между общими размерами ножа и длиной эффективно режущей кромки благодаря вот такой вот большой дуги и действительно здесь с этим полный порядок у него очень приятно то что есть две версии полусерейтерные серейтерные те кто любит спадерковский серейтер который считается что работает хотя мы с вами это обязательно проверим в тесте вот этих конкретных тенейш сав но если вы это любите то действительно пожалуй наверное тенейш с один из самых таких комфортных вариантов потому что вот посмотрите допустим полусерейтерная версия отлично дает вам возможность в нужный момент применить серейтер и он будет действительно работать а когда вам это необходимо здесь есть еще достаточно большое количество обыкновенной плейновой режущей кромки это тоже такой определенный плюс в принципе главный конечно момент заключается в том что эти ножи при всех замечательных качествах еще и относительно недороги то есть вот например скажем так их прямым конкурентом действительно является легендарная крыса которая пожалуй выигрывает это единоборство только потому что она еще дешевле например компания benchman когда пыталась создать подобный нож и dc у них это ну наверное скорее всего гриптилиан или присидио у них не получилось создать ножи которые были бы хотя бы ну как-то близки по цене к вот этому сегменту потому что то что выпускали они сразу же переваливала по цене за 100 долларов несмотря на то что в общем и целом нельзя сказать что эти ножи были как-то сильно прям объективно лучше могли бы выиграть вот этих вот замечательных малышей кинейшес это действительно такой нож который все 12 лет своего существования является одним из любимцев ножевого сообщества одно из наверное пожалуй лучших среди демократичных моделей ножей в мире и уж конечно же одной из лучших моделей в этом смысле среди ножей компании спаделька поэтому если вы ищете с чего начать и думаете о том что неплохо бы получить какой-то нож с ну с ценой не очень сильно обременяющий ваш карман но действительно фирменный разработанный серьезными ножевыми дизайнерами каковыми являются эрик и сел глэссер то кинейшес это именно тот нож на который в первую очередь следует обратить внимание ну а если вас что-то немножко не устраивает в его габаритах посмотрите на остальные ножи серии value for the folders и тогда вы сможете выбрать то что подходит лично вам однако среди именно ножей этой серии большинство людей выбирают именно тинейшес с вами на канале месер месер был заливаха надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока